Плавилась, я выскочила, закричала, говорю, помогите, пожалуйста, кто-нибудь. У меня собаки живем, говорят, и люди вот помогали. Со слезами на глазах Елена Расторгуева вспоминает события минувшего дня. Как соседи вытаскивали из загоревшегося вольера животных, выбивали стекла в начавшем полыхать доме и выкидывали через оконные проемы домашних кошек. А всего лишь за несколько минут до этого ее сын просто разжег костер, чтобы сжечь засохшую траву. Он сжигал тут мусор, и вот ветром все, как говорится, понесло. Он когда забежал домой, я закричала, мама, мы горим, я выскочила, уже выхода не было в огород. Хронологию событий, развернувшихся 3 мая в поселке Горняк, внимательно записывает инспектор. Подобные истории специалисты отдела надзорной деятельности этой весной уже слышали много раз. С наступлением весеннолетнего пожароопасного сезона сложилась очень сложная ситуация с количеством пожаров и загораний. Только с 10 апреля текущего года на территории города Копейска произошло 35 пожаров. Количество пожаров увеличилось в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года. Наиболее часто пожары и загорания на территории города Копейска происходят в поселке Божово, Октябрьский. Также большое количество пожаров произошло в СНТ Красная Горнячка, СНТ Мичурина. Кто-то поджигает траву сам. Кому-то беду в дом пускают посторонние люди. Именно такой случай произошел в поселке Шахты 205-я. Сын увидел, прибежал. Я думаю, что он побежал? А я дома была. Выбежала за постройку-то. А он стоит так вот лопата, тушит, тушит, тушит. Я говорю, ты что делаешь? Сушь такая. Мы же не убирались, ничего не делали. Тут болото стояло. И ветер-то как дунул, как понеслось и в нашу сторону, и вот на соседский забор, и на нашу постройку, как залетело это пламя. И понеслось, понеслось. Из вспыхнувшего, как факел дома, Мишунины не успели вынести даже документы. Сгорело все. А от былой благоустроенности остались только воспоминания. Здесь был деревянный гараж. Дальше шла баня. За баней была летняя кухня. И за летней кухней, вон там, возле самых ворот, был угольник. Там дрова у нас лежат. А вот здесь был дом. Все, что осталось. С жилищем Мишуниных огонь переметнулся к их соседям, Кисиковым. В итоге семейство из семи человек тоже осталось без крова. Здесь была кухня большая. Здесь тоже была спальня. Все тоже сгорело. Во всех рассказанных нами случаях пожар развивался стремительно. Так, что служба быстрого реагирования не успевала спасти недвижимость. Очень быстро. Ветер. Был сильный ветер. И как хлынуло, мы уже и водой заливали. Парни тут бегали лопатами, тыкали, мыкали. Даже ничего не могли сделать. Только зашла в дом, там что-то, какие-то вещи взять. Все смотрю, уже все горит. Человека четыре парней тут забежали. Давай, холодильник тут в коридоре стоял, вынесли. Машинку стиральную кое-что. Ну, а остальное – это ничего. Ну, вот соседи. Хорошо помочь соседи. С 30 апреля на территории Челябинской области введен особый противопожарный режим. Выжигать сухую траву, разводить костры строго запрещено. Однако всю минувшую неделю пожарные расчеты с одного загорания сразу выезжали на другое. Звонки на диспетчерский пункт выстраивались в очередь. Не всем удалось помочь. Тем же, кого не испугать высокими штрафами за поджог сухой растительности, стоит помнить, что в то время, как огнеборцы тушат вашу траву, где-то в их помощи нуждаются люди. Продолжение следует...